Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на портале экзегет. Сегодня мы с вами начнем изучать книгу «Премудрости Соломона». Но перед тем, как мы начнем ее читать, надо разобраться, кто автор этой книги, когда она была написана, где она была написана, какие есть рукописи, как эта книга воспринималась церковью. То есть мы коснемся тех вопросов, которые в библиистике относятся к разделу исогогических. Исогогика – это наука, которая сообщает вводные сведения о той или иной библейской книге. Итак, название книги «Премудрость Соломона». И в этом названии мы встречаем имя Соломона, и кажется, что эта книга действительно написана Соломоном. Однако практически все исследователи, и древние, и новые, сходятся во мнении о том, что эту книгу Соломон не писал. Она была написана значительно позже. О времени написания мы поговорим значительно позже. Ну, естественно, не Соломоном. И тут можно такой задать вопрос. Неужели это обман? В Библии содержится обман, и нас обманывают с авторством. Все не так просто было в древности. Если современный человек написал книгу, то для него великая радость увидеть эту напечатанную книгу с его фамилией или фотографии сзади, а то и то, и другое вместе, то в древности все было не так. Книги не печатались, книги переписывались. И, естественно, чтобы книга читалась, а тем более переписывалась, она должна быть настолько ценной, чтобы нужно это было делать. И вот если человек взял и написал книгу, и подписал своим именем, да, ее, может быть, прочтут, но очень мало людей. Ее навряд ли будут переписывать, и она исчезнет. Поэтому нужно было подписать эту книгу каким-то известным именем. Но тот человек, который это делал, не считал, что он обманывает. Он считал, что он просто фиксирует ту традицию, которая шла вот от Соломона. Или там, если есть другие книги, там, с не менее звучными именами, вот шла традиция, и эта традиция сохранялась сначала устно, а потом наступил момент, когда вот этот человек записывал ее. То есть он не считал себя автором. Он считал себя просто тем, кто составляет эту книгу. И как бы такая мысль была, вот то, что я записываю, это действительно мудрость Соломона. И если бы Соломон жил бы сейчас, то он бы именно так бы и написал. И поэтому не нужно удивляться, если вы узнаете, что книга «При мудрости», хоть она и называется «При мудрости Соломона», им не написана. Следующий вопрос. Когда была написана эта книга? Ну, мы уже разобрали, что не Соломон. Значительно позже. Но когда? И вот нам не получается найти однозначного ответа. Почему? Потому что если мы откроем какую-нибудь пророческую книгу или еще книгу учительную, то мы можем увидеть какие-то маркеры, которые обозначают время написания. Правление такого или иного царя, события, датировка которых нам известна. Вот ничего подобного в этой книге нет. Упоминаются очень глухо какие-то испытания, которые переживают евреи. И когда эти испытания были. И вот те, кто пытается все-таки определить датировку, предлагают несколько дат, разбросанных между собою. Значит, одна из датировок вытекает из истории гонений на евреев, которые были при одном из египетских царей в третьем веке. То есть, первая дата – это где-то конец третьего века. Еще одна дата – это середина второго века. И есть третья дата, которые предлагают, что это было еще в первом веке. Есть, конечно, еще более радикальные датировки, которые предлагают, говорят, что книга «Премудрости» была написана вообще после Рождества Христова. Но это навряд ли, потому что нет таких фактов, которые пересекались бы с историей христианства. Значит, теперь, где была написана эта книга? И самое главное, на каком языке? Священное Писание в своей канонической части в Ветхом Завете было написано в основном на еврейском языке с небольшими вставками на арамейском. Но вот эта книга была написана сразу на греческом и никогда не существовало еврейского подлинника. Причем на хорошем греческом языке, который так стремится даже к таким классическим формам. Ну и отсюда мы можем предположить, где она была написана. Скорее всего, это была Александрия. Почему? Потому что это было то место, где евреи жили и говорили на еврейском языке. Плюс в этой книге цитируется греческий перевод Ветхого Завета, который называется Септуагинта. И этот перевод был сделан как раз в Александрии и как раз в III веке, в середине III века. И поэтому можем предположить, что книга была написана после создания перевода Септуагинты. Соответственно, человеком, который жил в Александрии, и мы можем даже реконструировать его портрет. Этот человек был хорошо образован, потому что он знал хорошо греческий язык. Он был хорошо образован еще и в ветхозаветной мудрости. И плюс к этому он понимал, что происходит в той среде, в которой жили евреи, то есть языческой, грекоязычной среде. философские течения, взгляды обычных людей. Все это ему знакомо, и это он описывает в своей книге. Теперь про то, как эта книга до нас дошла. Существует несколько древних рукописей, в которых есть книга премудрости Соломона, достаточно полностью до нас дошла без каких-то лакун и изменений. Более того, эту книгу еще до Миланского Эдикта цитируют святые отцы, и более того, ее цитируют и после Миланского Эдикта, достаточно часто ее считают как книгой нравственной, так и книгой пророческой, потому что некоторые святые отцы считали, что в этой книге содержится пророчество Христе. Мы эти места разберем, когда будем читать голову за головой эту книгу. И наконец, самое интересное, что, несмотря на то, что эта книга является неканонической, то есть не входящей в канон книг Священного Писания Ветхого Завета, это единственная книга, которая читается за богослужением на различные праздники, но прежде всего на праздники преподобных. Почему? Потому что в этой книге есть такие учения, которые близки к новозаветным, и самое главное, в этой книге говорится о том, что праведники в руках божьих. Теперь давайте поговорим вкратце о чем эта книга. У нас впереди чтение, глава за головой, стих за стихом, но о чем эта книга вообще? И о чем эта книга говорит само название? Это книга о премудрости. И давайте мы немножечко разберемся, что такое премудрость, чтобы было понятно, о чем мы будем дальше читать. По-еврейски премудрость, или точнее мудрость, звучит как хокма. По-гречески это София. И если спросить современного человека, кто такой мудрый, ну, скорее всего, скажет, это такой очень умный человек. Но в Библии мудрость имеет несколько значений. Давайте их разберем. Первое. Мудрость это просто правильное поведение. То есть, как правильно себя вести в обществе, в семье, не знаю, с ближними. Например, мне очень понравилось в книге притчи, если тебя пригласили на прием к царю, то положи ограду на свои уста. То есть, не ешь слишком много, у тебя есть дом, там будешь есть, а здесь тебе надо следить за своим ртом. такое, знаете, наставление очень похожее на то, что было написано в юности честное зерцало, как себя должен юноша вести за столом. То есть, такие вот советы, как правильно вести. Не обманывать, особенно в торговле, там, не изменять супругу, супруге, ну и так далее. Вот, как себя правильно вести. Это первое значение. Второе значение, противоположное, это одно из свойств или качеств божих. Бог обладает премудростью и с помощью этой премудрости он создает мир, управляет этим миром и все стоит и движется премудростью. То есть, сначала это как бы свойство, но даже в книге притчей, где больше всего говорится о премудрости, о мудрости, эта мудрость становится персонифицированной, то есть, становится личностью, которая действует вместе с Богом. И Бог творит мир и управляет миром с помощью этой премудрости. Вот эта персонификация премудрости, если читать ее в Ветхом Завете, она не очень понятна, почему мудрость выступает отдельной личностью, хотя такие персонификации встречаются, но уже из Нового Завета нам становится ясным, что вот эта премудрость, это отдельная личность, которая с Богом, которая сама выступает как Бог, и вслед за Новым Заветом и Святоотеческой Экзегезой мы понимаем, что под именем премудрости или мудрости в Ветхом Завете выступает Второе Лицо Пресвятой Троицы. Более того, в Новом Завете достаточно ясно говорится о том, что Христос это Божия премудрость. В книге премудрости Соломона мудрость все-таки больше это свойство Бога, чем личность, хотя есть моменты, где мудрость в этой книге выглядит как личность. Итак, первое значение мудрости это мудрость как такая смекалка, второе значение мудрость это как свойство Божие и личность, и третье значение мудрость это жизнь праведная, жизнь по воле Божией. Кто мудрый человек с точки зрения Библии? Это тот человек, который живет в соответствии с Божьим законом. За это Господь его награждает. И вот прежде всего длинной жизнью, богатством, детьми вот этот человек и есть мудрый. Мудрым может быть как юноша, мудрым может быть и старец, и полная противоположность мудрости это безумие. Вот в Библии слово безумие встречается и означает оно нисколько глупость человеческую либо вообще какие-то психические заболевания нет. Мудрость это правильное поведение, причем осознанно правильное поведение, а безумие это поведение осознанно безнравственное. То есть безумец это человек, который отвергает Бога и его закон. между мудростью и безумием находится такая категория людей, которая называется простецы. Мы часто слышим, что вот где просто там много ангелов, но в Библии простецы это люди, которые вообще не задумываются ни о Боге, ни о безнравственности, ни о благочестивой жизни, ни отвержения Бога. Вы знаете, как люди, живущие просто, не задумываясь ни о чем. Вот куда их жизнь несет, туда и они несутся, катятся вместе с этой жизнью. Вот такие люди простецы в Библии, вот такая простота считается плохим признаком. Почему? Потому что она рано или поздно приводит к безумию, и, соответственно, вот этот простец должен остановиться и вернуться к Богу. Вот о мудрости, как о благочестивой жизни и о свойстве Божьем говорит книга, которую мы будем с вами изучать. Спасибо за внимание. В следующий раз мы прочтем первую главу книги «При мудрости» Соломона. Мы были с вами на портале экзегет и меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо. Продолжение следует...